после вируса у меня ухудшилось общее состояние ощущение усталости появилась на все появился трема рук или там хуже начала себя чувствовать появились боли в суставах и так далее с чем это все связано вы знаете очень часто когда начинаешь изучать биохимию клетки или когда начинаешь понимать что такое человеческий организм очень часто основные принципы нашего организма вызывают у такого человека как я небольшую улыбку и зачастую решение данных вопросов находится совершенно на поверхности всех поверхностей допустим один из допустим таких наверно парадоксов как писал а.с. и гений сын ошибок трудных и гений парадокса друг и опыт сын ошибок трудных гений парадокса друг о чем я говорю сейчас смотрите когда-то я выпустил видео такое где я очень широко и активно объяснял что же такое молочная кислота с какими заболеваниями связана молочная кислота и что происходит я хочу еще раз об этом сказать очень много было кринжа и такого нехорошего отзыва в мою сторону писали что мне необходимо изучать медицину о том что я человек который совершенно далек от медицины и так далее ну каждому свою тем не менее хотелось бы еще раз рассказать о молочной кислоте и и роли в наверно в общей системе и общей жизнедеятельности нашего организма смотрите каждая клетка нашего организма она имеет она питается каждая клетка нашего организма она питается как правило глюкозой любая клетка нашего организма включая волосы имеет митохондрии митохондрии используют глюкозу в ходе получения энергии дупликация клеток происходит за счет дуплицирования и за счет метилирования это другой процесс в котором происходит формирование маркирования наших белков это происходит при помощи там метионина допустим аминокислоты такой других аминокислот в этом участвуют гормоны и так далее и тому подобное то как бы сложно вернемся все-таки к жизнедеятельности клетки вы должны знать что жизнедеятельность клетки она выглядит следующим образом наши митохондрии это отдельные участки нашего тела которые питаются грубо глюкозы и они ее переваривают во что превращается глюкоза она превращается до первых для того чтобы глюкоза была переваривана перри вернее переварилась существует вещество которое называется пиру ват вещество пиру ват это вещество которое делает из глюкозы в дальнейшем следующие вещества грубо переваривает ее и выводит потому что является еще и кинозой таким образом пиру ват киноза является тем веществом которое грубо берет отработанные углеводы или отработанную глюкозу это происходит несколькими способами за счет или с участием кислорода и без участия кислорода и как правило это связано с выведением или энергетической энергии которую получает человек на протяжении жизни то есть это по-другому звучит как жизнь и этот процесс называется циклом кремса или циклом кремса так вот 1 ват киноза она расщепляет глюкозу выделяет два вещества одно из веществ называется аромамасляная кислота и другое вещество называется молочная кислота молочная кислота она как правило влияет на появление ацидоза нашей крови что это такое это высокая кислотность происходит закисление крови как правило считается что ацидоз является основным компонентом который связан с тем что у человека есть активная жизнедеятельность большое количество физических упражнений на сегодняшний день есть исследования которые утверждают что лактат или по-другому молочная кислота которая находится в организме человека очень помогает мозгу особенно нуклеуса кумбинса делу темному ядру прозрачной перегородки нашего мозга формировать прикурсоры и прикурсоры дофамина видел триптофана а также помогает вырабатывать норадреналин и этот норадреналин использовать как раз для воспроизводства или для стимуляции нашего наших система когнитивных способностей нашей центральной нервной системы я хочу сказать что к чему я это все говорю очень часто человек думает что но не так но если посмотреть на общую систему заболеваний то случае если у человека появляются такие заболевания как высокое давление атеросклероз тромбоз сосудов если у человека появляется ухудшается память гипертония случае если у человека появляется сахарный диабет 2 типа ожирения случае если у человека появляется онкологические заболевания и так далее то в при онкологических заболеваний обычно одним из маркеров которые помогают определить само заболевание является как раз высокий маркер как раз того о чем я говорил цикле в цикле крепца это тумора или перуваткиназы тумора м4 как правило это один из показателей то есть о чем это говорит а это говорит о том что перуваткиназа растет когда перуваткиназа растет то растет молочная кислота если молочная кислота растет то ацидоз растет и становится понятным очень часто что именно появление и высокая концентрация как раз молочной кислоты в организме человека как правило в крови и может приводить человека к таким заболеваниям как артрит к таким заболеваниям как ожирение таким заболеваниям как сахарный диабет 2 типа да и первого типа очень часто как писал сегодня я читал происхождение инфекционных заболеваний или пропедевтика детских заболеваний дальше там книгу читал по инфекционным заболеваниям и там говорится о том что очень часто цитокиновый шторм возникает как раз на фоне появления высокого количества молочной кислоты то же самое обнаруживается в случае если у человека рожа при рожистом воспаление там при стафилококковом герпесе появляется то есть если брать или производить исследования то появляется высокая молочная кислота есть целый ряд исследований которые в которых на самом деле никто не заинтересован я не буду говорить почему на это много не заработаешь которые говорят о том что да действительно у человека который начинает болеть чем угодно вирусными заболеваниями ангиной гриппом там чем угодно у него растет как раз вот этот лактат почки как правило не справляется с лактат до гидрогеназу не вырабатывают как раз лактат до гидрогеназа который вырабатывается во время физических упражнений может кормить мозг а в случае если это вырабатывается за счет того что у человека вирусное заболевание или еще какое-либо заболевание то лактат гидрогеназа не вырабатывается почками из-за этого и появляется в дальнейшем процессы вот такого высокой кислотности нашей крови но опять-таки хочу сказать высокая кислотность нашей крови это не то понятие которые вкладывают допустим профессор болотов там или не умывакин которые популяризировали там высокую кислотность или низкую кислотность в данном случае это обусловлено наличием в крови как раз молочной кислоты и хочу вам сказать что если исследовать наш организм на увеличение молочной кислоты то она увеличивается всегда и прямо пропорционально температуре нашего тела прямо пропорционально заболеваниям которые возникают при гепатите появляется высокие титры молочной кислоты при туберкулезе при инфиземе легких при заболеваниях таких даже как катаракта при любых вирусных инфекциях особенно в случае если есть момент обострения при ревматизме при ревматоидном артрите при полиартрите при там стафилококковом герпесе при каких-либо герпетических заболеваниях везде мы наблюдаем повышение молочной кислоты и можно ли каким-либо образом справиться с молочной кислотой я могу сказать вам еще раз о способе который практически ну уникально и парадоксально способен помочь человеку справляться с большим количеством заболеваний он нетрадиционный совершенно этот способ я могу сказать что этот способ его наша медицина не разделит со мной никогда из-за чего из-за того что данный способ он стоит 1 рубль и этим способом можно вылечить практически все заболевания какой это способ вы знаете что молочная кислота она образуется в молоке когда образуется молочная кислота в молоке то молоко становится скисшим наверно все это знают то есть наличие молочной кислоты в молоке делает молоко скисшим так вот добавление небольшого количества нашатырного спирта в такое молоко способно сделать молоко нормальным таким образом я хочу вам сказать вот смотрите вы сейчас болеете допустим вирусным заболеванием очень сильно ничего вам не помогает у вас температура возьмите 6 капель нашатырного спирта и пипеточкой налейте в два стакана теплой воды и после этого пейте по чуть-чуть маленькими частями на протяжении одного-двух часов вы будете в таком шоке далее у вас подагра натрите нашатырным спиртом у вас геморроидальный узел разведите нашатырный спирт с водичкой смажьте это место три капли на стакан воды сделайте ингаляцию случае если у вас есть проблемы сейчас с ангиной это уникальный способ который в действительности способен что делать он снижает уровень молочной кислоты нашатырный спирт в таком виде снижает уровень молочной кислоты и помогает человеку справиться с высоким уровнем молочной кислоты об этом можно было бы рассказывать бесконечное количество раз опять таки хочу вам сказать следующее я не нашел панацею и не говорю что это является панацеей я даже хочу вам сказать что данный способ скорее всего не разделиться но его не разделяться но и другие люди я даже хочу вам сказать он не медицинские и не принимаемые медициной почему нашатырный спирт сам по себе является ядовитым веществом именно поэтому здоровому человеку принимать нашатырный спирт не нужно а в случае если у вас есть гипертоническая болезнь в момент того когда у вас обострение гипертонии повысилось давление вот на протяжении дня выпиваете 6 капель нашатырного спирта на стакан воды делайте это ежедневно на протяжении 15 дней и несколько месяцев на несколько месяцев забудете что у вас где-то там поднималось давление болит шея вот женщины жалуются болит шея смажьте это место нашатырным спиртом колено не разгибается нашатырным спиртом почему потому что в тех местах где происходит болезненное ощущение в этих местах происходит воспаление она как правило сопровождается большим количеством формира формирующийся молочной кислоты почему клетки начинают более активно работать происходит переизбыток молочной кислоты фактически приводя к ацидозу и так далее